Здравствуйте, друзья! Мы с вами на Дороге Смерти. Вот я готовлю вторую главу своей книги «Сбережение славянского народа». И она вышла буквально час назад. Аудиокнига попала ко мне на канал. И вот раздался звонок. Сейчас человек с Кирова позвонил и задал мне вопрос. Вопрос настолько серьёзный, что я сказал ему, позвоните через 10 минут. Я сейчас настрою быстро камеру и начну разговор. Итак, Дороги Смерти – это дороги, где невидимые нам геопатогенные зоны пересекают там, под землёй, дороги в том числе. И у людей, у многих, нет, у многих не скажу, у многих съезжает крыша. Может быть, это будет начало второй главы, но он мне задал вопрос другого плана. И сейчас буквально, может, через минуту, через три, раздастся от него звонок, и я буду уже с ним говорить так, чтобы и он меня слышал, и вы меня слышали. И в результате мы, может быть, принесём пользу людям. Это будет, мы говорили о чём? О пользе. Для знать эту проблему мы должны. Так, гибнут деревья раз, гибнут животные два, гибнут люди три. Причём у людей это так. Две проблемы. Первое, слабое, очень слабое биополе. Вот, именно им нельзя садиться за руль, но, к сожалению, экспертиза этим не занимается, медицинская. И второе, страшные результаты на дорогах связаны с тем, что, к моему гигантскому сожалению, многих мозги не переносят пересечение геопатогринных линий на большой скорости. 50, 100, 150 километров. Бесконечная авария, бесконечная. Наука молчит, наука не знает, или знать не хочет. Ведь я уже 20 лет дал дычу, 20 лет. Вот, с тех пор, когда первая же авария случилась, я померил эту геопатогенную зону. А потом там были ещё десятки. Вот одна из них. Пока ждём звонка из Кирова. Покажу вот эту фотографию. Вот эту фотографию. Вот. Казалось бы, насколько всё безобидно, ребята. Как видите, знаете, чего вы сейчас не видите сказать? Вы не видите вот этот знак. Смотрите внимательно. Вот. Совершенно дорога, ну как бы её назвать-то? Совершенно безобидная, так скажем. Вот. Видите, опасный участок. Знак не помог, потому что это неправильный знак. Это знак, который не ограничивает движение. Вот результат. Хорошо живой. Вот. А вот ещё. Это прям, этот, я хорошо знаю это место. Представляете? Стою, меня ремонтирует машина. Рядом мастерская. Удар. Выходим на улицу. Я и хозяин мастерской. И вот он говорит, опять, сколько раз тут бьётся машина. Вот. А потом я уже, когда просто набрал аварии в Сен-Нагорске, я тут же нашёл и одну из этих аварий. Вот. Я рассказывал, как, что это не единственный случай. Я про три случая знаю, что на самом деле. Проехал с рамками, всё правильно, ГПЗ. Вот. Горькая правда. И так, против нас невидимая гипотогенная зона. Вот. И вот к этому добавилось ещё пчёлы. Пчёлы, пчёлы, пчёлы. Я как-то лишний раз что-то знаю, но лишний раз как-то не вспоминал лишний раз. Так. Вот это место ещё знаю. Это дорога на Бею. Здесь этот самый... Мой знакомый разбил машину, остался жив. Погибла его сестра. В следующем году опять в этом месте погиб он. И погиб ещё рядом с ним сидел пассажир. Вот так, две аварии подряд. Один и тот же шофёр. Вот. На науке этих данных, этих фактов не существует. Вот. Как и добыть эти факты? Это очень легко. Всё, кажется, тот самый звонок. Алё, всё готово. Излучение. Могу общаться. Так. У вас возраст сколько, примерно, лет? Мне кажется, где-то 73. 75-й. 75-й. Ну, я по-моему, уже чувствую где-то так. Мой возраст 72. Значит, проблема... Это Кировская область, город Киров. Значит, проблема моря пчёл по осени. Ну, и само собой, деревья дохнут, когда посадишь, клубника не растёт. Голова болит. Вот это не можешь помнить за ночь, когда переспишь. Живот болит, ноги болят. Значит, чё там ещё? Ну, все эти проблемы. И как ёлки в лесу растут? И почему поляны пустые? И как защитить человеку хотя бы своё спальное место? Так, значит, учитывая... Я пытался хотя бы умозрительно, хотя бы инститивно определить силу геопатогенных зон. И к чему я пришёл? Я пришёл к следующему. Значит, когда я хожу... Это по времени или просто в любое время суток? Так, по времени... Дело в том, что я определил саму природу, как я догадываюсь. Наука молчит, приходится самому. Как я догадываюсь. Это трещины, давайте с самого начала и до конца. Трещины, подземные трещины, так? Они самые смертельные, потому что они рассекают вот это тело материка на части. И оттуда идёт или... Я не говорю «и». Или излучение смертельное, опасное. Или газ. То же самое, которое влияет на голову человека. Или то и другое месте. Вот. Теперь конкретный случай. Вы упомянули пчёл. Вы же упомянули. Значит, я приезжаю в Абазу. Пчёлы просто исчезают из улет. Я приезжаю в Абазу. Два дня. Это у меня есть очень интересный фильм, интересная статья. Там умирающий сад. Вот. Сад непростой. 6 миллионов потратили. Несколько тысяч саженцев выписали. Всё дохнет. И что интересно, я взял с собой рамки. Но я нашёл море причин. Дерьмовые саженцы, неправильная посадка. Сами загубили. Но там стоял улей. Стоял целая пасека. Вот. И вдруг мне этот человек, который меня водил по саду, говорит, а у нас несколько улей умерло. То есть мёртвые стоят. Вот тут-то я взял, тут-то уже моё. Я взял руки рамки, обследовал улей. Я не видел, они мёртвые или живые. Я всё подряд мерил. Ну, расстояние между ними несколько метров. Я угадал все мёртвые. Там было гиблые места, геопатогенные зоны. Это вы меня спросили влияние, и что можно сделать? Значит, как минимум... Ну, в смысле, по количеству улей там, допустим, из 100 погибло... Сколько там? Нет, там было штук 20, из них 3 мёртвых. Примерно, я в Сочи цифру не помню. Из-за этих 13, да? Три, три. Три мёртвых. Я их угадал, которые мёртвые. Это раз. Но это единственный факт моей жизни. А улей-то были с железными крышками, и всё? Ничего не помню. Ну, хорошо. Значит, дальше? А дальше так. Что получается? Если владеть рамками, если уметь... Умение, оно приходит со временем у любого человека, у кого биополе нормальное, не меньше 2-3 метров. Вот. И тогда он, имея возможность не садить дерево, где мёртвая зона, не ставить улей, где мёртвая зона, вот и всё. А саму зону не уберёшь. Трещина в земной коре. Чем я застопаюсь? Так. А перекрыть-то это как-то можно в этот участок? Ну, якобы перекрывают листом железо. Нет. Обычно они очень огромные эти. И от нескольких квадратных метров до километров. Поэтому невозможно ничем перекрыть, сдвинуть невозможно, если знать природу. То, что мы не знаем, но я догадываюсь, что это трещины в земной коре. Кроме этого... Не электронная природа, не магнитная природа, а какие-то частицы какие-то... Ну, представь себе, что там, под этим, под материком, это, допустим, несколько, 10, 20, 30 километров скальная порода. Допустим, скальная, там, неважно, там, гранитная, там, базальтовая. Под ней всё равно что-то другое. Вы же знаете, скалы, что всё это делают. Там может быть что угодно. Нефтяное поле, там может быть угольные пласты, там может быть уже сама магма, то есть расплавленная. И, представляете, оттуда идёт и газ идёт, и излучение идёт. А как вы защищаете своё спальное место? Да, про спальное место давайте доберёмся до него. Значит, есть небольшие зоны, да, действительно. Это метр и два. Если вы такое найдёте, вы просто переставите кровать. Защищать не умею, не знаю, не пробовал. Про лист железа читал, но не очень-то верю. Переставляем диван, переставляем кровать, переставляем рабочий стол и стул. Можно и кухонный стол на всякий случай. Ну, а вот как-то там предлагают проволоку, здесь сто метров надеть её, смотать, это хронично расплюшить кувалду и положить под кровать. А не проще кровать переставить на пару метров? Мне самое интересное, вот у меня диван, да? Я, наверное, самый первый у себя померил. Вот она гепатоменная зона, там, где батарея отопления, вот в углу. Вот. Я чёткие размеры знаю. Я же дополнительно проверяю ещё и маятником, а маятник более тонкие результаты даёт, более точные, до сантиметра. Вот. И моя голова, а всё-таки я не могу по-другому. Да у меня так, я вынужден-то... Ну, имея маленькую площадь, я не богатый человек. Я уже, как поставил диван, я его не стал переставлять. Я его на метр отодвинул от этой зоны, от окна, от этого, от батареи отопления, на метр. И как лежал, так и лежу. Скорость, вы спросили возраст, скорость 75. Живой? Нет, ну, ощущение после сна. Вы засыпаете сразу, без проблем. Нет, ну, поймите, есть разные причины. Вот мы все нервные, дёрганные люди. Я сплю нормально, засыпаю нормально. Посреди ночи я могу проснуться, есть проблемы там, сами знаете, в моём возрасте. И стоит только вспомнить о войне, ну, знаете где. Вспомните, допустим, о том, что вчера я сделал, когда написал первую серию, снял этого фильма. Вы смотрели вот вторую, вот эту, вот, «Сбережение», правильно, этого, «Славянского народа». Была первая. Меня после этого обозвали сумасшедший, который забыл выпить лекарство. Вот. И вот посреди ночи я на секунду проснулся, вспомнил, и всё. У меня просто бессонница. Мы же все дёрганные. И потом засыпаете опять снова, да? Ну, пытаюсь. Я уже сплю с это. А, пытаетесь. Ну, засыпаете всё равно, да? Ну, засыпаю, да. Так. И давно вы занимаетесь этим гепатогенезонами? Примерно лет сорок. И у меня есть целые фильмы, где я про это рассказываю. Я сейчас не могу про это рассказывать, историю. Как я до такой жизни пошёл. Так. А что вас сподвигло заниматься этими зонами? Прежде всего, моя декая любознательность. Кое-что я догадывался сам. Вот. А потом бывали случаи, ну, рассказывать это долго. Попал из руки книга «Смерть в вашем доме». Прочитал, сделал рамки, получается. Когда потом мне нужна была статистика, дал объявление в газету, и люди начали отзываться. У кого больные люди, звоните, я приеду, померяю. Помогу. Вот. Набралась статистика. Вот и всё. Хорошо. Хорошо. А сколько у вас аура, в смысле биополе? Дело в том, что моё биополе, чтобы померить, это должен кто-то другой. Ну, я могу рассказать один случай, самый уникальный в моей практике. Знаете, какой? Появилась группа целителей, причём впервые они были не халтурщики. Потому что они сами мне позвонили, я напечатал статью в газете, я рассказывал примерно то же, что и вам. Вот. Они мне звонили, говорят, приезжайте, нас померите. Я приезжаю, молодой человек, ну, лет 35, вот. И у него три сотрудницы среднего возраста или девушки, ну, молодые женщины, одной 25, другой 35 и так далее. Я померил, а они занимались этим самым целительством, ну, в широком смысле. Лечебный массаж и так далее. И вот я их померил, им всем по два, по три метра. И сами напросились, потому что другие, я же любознательный, я звоню, она говорит, ни за что. Вы мне своими рамками этими искалечите биополе. Так отвечали. Вот. А тут сами напросились, я их перемерил. А самого его, уникальный человек, вот, он вылечил, поднял на ноги моего друга, который лежал пластом. Так, уже после этого, вот. А я вот меряю, меряю, а у меня рамки хаотично ходят. Потом оказалось, что его биополе не влазит в эту, что он настоящий, что его биополе не влазит в комнату, в которой, ну, обыкновенная комната дружка, где они людей принимали. Вот. Ну, а потом я ему предсказал судьбу, я сказал, и я всем говорю, и вы меня тоже послушайте, заниматься целительством опасно для самого целителя. Это очень важно, то, что я сейчас скажу. Это точно, это точно. Вот. И этот человек через два года умер, а ему, наверное, было не больше 40 лет. Я предупреждал, я говорю, пожалуйста, берите рамки, работайте как этот самый, живой вольтметр. Живой вольтметр, стрелка вольтметра, это рамки. Мерите людей, говорите, у тебя слабое, вот тебе комплекс упражнений от Железова. Вот. Те же тибетские комплексы, я ничего нового не придумал. Использовал тибетский вольтметр. Вот. Вольтметр, закинайте. Да. Сейчас. Хорошо, у вас биополе, ваше биополе 14 метров. А откуда, у него биополе нет. Откуда вы знаете? Я не знаю. Я знаю. Я сейчас измерил его. Это сделать можно быстро. Это уже на грани. Так, значит, вот в чем. Это все я начал заниматься, проблема у меня тоже начала с сердцем, и я начал заниматься. Сейчас я работаю и работал и с маятниками это слишком тихо, долго определять рамкой работы давно. Значит, защититься я вам, ну, как это говорится, правильно, вы сказали, когда помогаешь другим, начинаешь укорачивать свою жизнь. Ну, вам я скажу, значит, пока я нашел, с чем можно защититься, это обычное стекло. Так. Вот эти пакеты, можете, пакеты, рамные пакеты у вас есть в пластиковых окнах. Вот такой же пакет можешь заказать по ширине, допустим, 80 мм вам вполне хватит. Двойное стекло взять или тройное, там, 4 мм взять, 3 мм, толщина очень не играет большой роли. Значит, два стекла положить друг на друга, можете с запасом, пускай они даже будут грязные, но самое главное, чтобы между ними не было влаги. Влага, это, сразу, в смысле, действие стекла уменьшает до 10 см. Простое стекло, одинарное стекло, закрывает, значит, зону по высоте, по высоте, от стекла вверх, значит, 200 см, два стекла закрывают зону 90 см. То есть, под кровать ложить? Под кровать ложить? Под диван? Вы можете подкрывать, но если от пола до вашего тела, чтобы было как можно ближе, от стекла до верха, сколько закрывает туда стекло? Два стекла. Одно стекло 30 см, а два стекла закрывает 90 см. Так, знаете что, истекает последняя минута, сейчас он откроется сам. А разговор-то только начался, это вы теперь, вы мне, я думал, вы меня будете мучить, я вас сейчас мучить буду. Подождите минутку, я переключу, чтобы это, просто переключу и продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok